Привет, девчонки! Меня зовут Елена и вы на моем канале. Сегодня необычное видео, необычное для меня, может быть обычное для вас, но у меня получилось так, что я выложила фоточку дизайна, который я делала для продавца Упротегу. И вот прибежали мои девочки-модели и обе-две захотели один и тот же дизайн. Мне было просто интересно. Я когда пришла первая девочка, я говорю, хочу дизайн из Инстаграм. Когда вторая пришла, я просто опупешила, думаю, будет прикольненько. Но дизайн интересен тем, что они обе получили вообще разное. Ну и так как они, естественно, друг друга не видят, не знают, это вообще шикарно. Прикольно получилось. Так вот, о чем я? Меня просили снять видосик, где я покажу фрезы, которые я люблю. У меня есть, естественно, любимые фрезы, которыми я пользуюсь, но и так же я стараюсь вернуться к тем, которые редко используем. Вот это тот случай. Эту фрезу я использую редко. Она керамическая, с зеленой насечкой, но она мне чем-то не нравится. Она на то, что плохо спиливает. После того, как мы все спилили, все убрали, почистили птериней обязательно, и обе-две девочки, им повезло в том, что у них нету кутикулы. Блин, это такой шикардоз. Я, конечно, нахожу, что-то там почищаю, обрабатываю в основном сначала пулькой, убираю из середней, а потом зашлифовываю просто шариком. Просто идеальная кутикула любого мастера. Работы тут очень мало-мало-мало. Единственное, у них, у обеих проблемы со слойками в плане точек в рост. После того, как я все это нанесла, праймер-дегидратор, то есть дегидратор-праймер, наношу базу. Но, в принципе, как у всех, одно и то же. И в последнее время все-таки колбаска мне наносить очень понравилась. Вот этот для носкости хорошо. Как-то в последнем видео я показывала про колбаску. Но, тем не менее, вот полигелем это все-таки больше мое. Колбаска, мне кажется, это долго и нудно. А вот полигелем я и могу и толщину коррегировать, и самое главное, уложить у точек в рост, что, в принципе, колбаской не так легко сделать. И все-таки остановилась на том, что я буду делать это полигелем. И вот в последующем видео, когда они будут у меня выходить, все-таки я буду делать в основном кончики полигелем. Мне очень нравится этот способ. Он удобнее. Можно контролировать ширину, глубину. И уже потом, после того, как я выложила это все, кстати, опил я уже провожу такое, что вот именно я вижу конечную длину и конечную форму. И буквально на пару миллиметров ввожу я этот полигель. И уже потом на оставшуюся часть ноготка делаю моделирование геля. Этот полигель, то есть этот гель, который я сейчас использую, это из посылочек, который выйдет попозже чуть-чуть. Как-то я заказывала вот этот хельс-пакет, где пострадали сильно от наводнения. Вот этот как раз тот гель попозже в следующем видео о нем подробно расскажу. И так как этот все-таки рисуночек у нас идет отходящий от стемпинга, и у меня нету столько цветов, хотя у меня уже 30. Попозже тоже выйдет видео, где я купила 30 лаков для стемпинга. И тем не менее, так как тяжело было мне понимать, какой все-таки будет результат, какой будет цвет на ногтях, мы все-таки остановились на том, что сначала мы делаем дизайн, а потом уже к этому дизайну подбираем цвета, которые будут основные на пальчиках. Кстати, про лаки и что я с ними сделала, тоже будет видео. Уже готово, буду скоро озвучивать. Так вот, мы наносим, я уже рассказывала, купила целую коллекцию от Бьюти Люкс. Именно я купила это за того, что не люблю белый цвет под рисунок. И этот нанесла цвет, какой-то там, важно, да, какой цвет? Выбрала, мне очень нравится такой, он такой серо-дымчатый. Нанесли и уже под них подобрали цвета. Мне кажется, бежевый надо было чуть-чуть побежевее сделать, потемнее. И тут же такой же вариант будет на второй моей модели. Девушка у меня ходит три недели, ей просто везет. У меня так отрастает за недельку. У меня вообще очень сильно растут ноготки страшной силой. Также, кстати, вот эта фреза мне очень нравится. Прям вот для начинающего мастера, который ищет фрезу, я постараюсь. По-моему, у меня даже есть ссылочка в описании. Мне эти фрезы очень нравятся. Вот прям покупала бы, покупала. На данный момент я уже пользуюсь другими. Просто, естественно, я и этими, и которые были, и которые не нравятся, пользуюсь. Но чуть позже, опять же, в следующем видео, покажу вам как раз фрезы, я купила. И вот те мне вот на данный момент больше нравятся. Они прям спиливают конкретно. Тут отслойочка большая, мы там ее накапывали на реле, как-то она ударилась мизинчиком. Как она умудрилась, я не знаю. И снимает также покрытие. И оба двух, мой русский. Они, ноготочки вверх, растущие. И, естественно, каждый раз я стараюсь у кончика пальца, на кончике, снять в основном большинство покрытия. Потому что я туда собираюсь опять накладывать тонну полигеля. Отслойочки, в принципе, вообще мастюсенькие. В основном в точках роста. Все-таки хочешь, не хочешь. А ноготочки мы используем в обычной жизни, в обиходе. У девушки двое маленьких деток. Также я повязывала с кутикулы. Там, в принципе, нечего делать. Но потеряги почистить нужно. И также я буду делать на ней полигелем. Мне этот способ очень понравился. И все-таки я остановилась на нем. Что когда идет отслойки от кончика ногтевой пластины, то лучше укреплять все-таки ноготочки полигелем. Потому что если это делать просто гелем, хочешь, не хочешь, то гель, он уходит с конечка. Он так стягивается. И поэтому неудобно наращивать этот кончик. Тут я начала полигелем другим. Все-таки у меня их тонна. Я было дело в том году. Накупила кучу. Но мне тяжело им пользоваться. И в основном полигели, которые мне не нравятся консистенции, жидковатые, там слишком липнут. Я все-таки их смешиваю с акриловой пудрой. Опять я чапкаю. И я так подумала, подумала. И все-таки вернулась к тому полигелю, который более-менее послушный. Такой он жесткий по консистенции. Мне они больше нравятся. Которые полигели типа самовыравнивают. Вообще этого не понимаю, зачем. Для того и полигель. Потому что он должен быть более жесткий. Для меня. Это мое мнение. Тут я использую полигель. Тоже с Алиэкспресс. Мне он понравился. Но его на Алике больше нет. Фирма Месце. Но в тюбике у них, который, этот, который в баночке, мне очень нравится. Но у них больше в баночке нет. Но вот эта консистенция, она прям такая вот густая, упругая. Он никуда сам не стремится. И все-таки это намешало. Те полигели, которые липнут. Которые более такие жидковатые. Я их намешала с акриловой пудрой. И потом в будущем, естественно, буду их показывать и рассказывать. И также на оставшуюся часть ноготка я использую гель. По-моему, там у меня собственный замес. Наношу его, просто делаю моделирование ноготка. Потом приступаю к опилу. Также я обещала показать, как я опиливаю ноготки. Это видео выйдет чуть позже. Блин, у меня столько, как сказать, анонсов, да? Вот. Опил я поэтому не снимала, потому что это видео снимала давным-давно. Поэтому быстренько опилила за кадром. И также на этой девушке я наносила сначала цвет под дизайн, а уже потом, после того, как мы сделали дизайн, он будет такой же самый, как и на первой девушке, мы уже подобрали цвета, которые будут на оставшихся ноготках. Обалденный дизайн. Даже не думала, что так он понравится моим девочкам. Но и мне он очень нравится. Интересно, кстати, получился. Кто, кстати, не смотрел видео с этими дизайнами, ссылочку также оставлю где-нибудь там или под видео. И вот. Очень даже симпатичненько. Подобрали цвета. Очень яренько получилось. На этом у меня все. Надеюсь, мою чавка не сильно надоела. Кому было интересно, поспешите, пожалуйста, мне комментарии. Поставьте лайк. А мы увидимся в следующем видео. Пока.